ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы находимся в одном из самых грибных мест Самарской области. Я вместе с дачницей Натальей Капс начинаем многолетний эксперимент, который поможет нам сделать так, чтобы каждый год наши корзинки были полны грибами. Маслята, опята, сыроежки, подберезовики, белые грузди, пелянки и свинухи. Все эти грибы имеют постоянную прописку на дачном участке Натальи Капс. Фазенда граничит со знаменитыми старобинарадскими лесами, так что хозяйка в первые годы прочесывала десятки километров, а потом все грибное многообразие поселила у себя на газоне. Грибы мы собирали в лесу, приносили, чистили, а вся грязь, что остатки, мы замачивали и бросали просто на землю. Но через какое-то время мы решили облагородить и сделать газон. Посадили газон и были удивлены приятно, что после полива у нас пошли грибы. Сначала пошли синявки. Это первый раз, когда я узнала, что их можно есть. И они такие же, как маслята. Потом маслята пошли. После маслят осенью мы увидели, что под березами какие-то грибы. Увидели, это были свинухи белые. Они есть темные, есть светлые свинухи. О, свинух. Смотрите, вот какой он большой вырос. Ой, какой хороший. Каждый сезон, от ранней весны и до поздней осени, хозяйка грибной плантации с удивлением наблюдает, что ее коллекция самостоятельно обновляется. Вот здесь у нас была картофельная плантация. Мы посадили картошку первый раз в жизни и стали ее выкапывать. Были сильные дожди, мы все не могли никак выкопать. И уже был октябрь, когда уже все картошку выкопали. Мы решили все-таки ее выкопать. Начали выкапывать и нашли какие-то земляные грибы. Когда мы погуглили и всех спросили, оказался этот трюфель. Но так как мы немножко побоялись, никто не стал опробовать, мы решили его их оставить там. И на следующий год к нам пришли кабаны. Спахали весь газон и съели все трюфели. Каждому сезону свой гриб. Эту народную мудрость Наталья проверяет на практике. Когда ее грибная плантация укрыта снежным покрывалом, дачница отправляется на поиски диких трофеев. Ближе к осени, совсем к октябрю, ноябрю, когда уже холодно, лисички. Это самые последние грибочки, которые мы уже видим. Ну, есть еще, конечно, вешенки в оврагах. Это на березах. Они даже зимой мы их срезаем. Глубоко в овраге есть подосиновики. Есть морчки, и строчки. У меня растут возле теплицы. Сбоку их очень много. А так в овраге. Самарские грибники в этом году весь сентябрь провели в ожидании сезона. Безрезультатно. У старобинарадской дачницы грибы растут только благодаря искусственному поливу. Поэтому хозяйка участка по-детски радуется каждому новорожденному трофею. А вот и масленок. Масленок. Черливый? Ну да. Вот так мы его сделаем. Уполагаем. Вот червивый. Его порежем. И раскидаем штукрос. А вот синявка. Вот почему называют ее синявкой. Потому что когда варится она, становится синяя, фиолетовая. Наташа, я тебе предлагаю возродить плантацию трюфелей, которые у тебя съели кабаны. Как ты к этому относишься? Великолепно. Если они у меня вырастут, поделюсь. Поэтому я в супермаркете города Самары купила мицелии белого трюфеля. Предлагаю тебе посадить и проверить, как они всходят. Давай. Внимательно изучив инструкцию на упаковке, мы выкопали лунки на штык лопаты. На дно насыпали слой торфа, на него положили кусочек сухого мицелия и снова накрыли слоем торфа. Дело сделано. Остается только утрамбовать почву и обильно полить место вокруг будущего деликатеса. Гриб растет на глубине 25-30 сантиметров и обычно располагается гнездами по 5-7 штук. Как партушку. Да. Обычно урожай составляет 7-10 грибов за сезон. Мало. Трюфельная грядка, как золотник, который мал, но дорог. В прямом смысле этого слова. Утешает то, что посаженная нами грибница живет 15-20 лет. Но чтобы грибы выросли, придется постоянно поддерживать влажность почвы с весны и до осени. Ровно через два года мы вернемся на это место и спросим у Натали, какой урожай она получила. Как возделывают грибные плантации другие дачники, узнаем из видеообзора. Миколог Михаил Вишневский выходит на охоту за черным трюфелем весной. Оказывается, его можно собирать на поверхности без помощи животных. Ученый объясняет, где в России искать этот деликатес и чем отличается русский трюфель от французского и итальянского. Кавказский грибник Сервус Лайтман тоже собирает черный трюфель голыми руками. Необычно, что грибные плантации расположены в хвойном лесу, что нетипично для трюфеля. Блогер Александр Белый подсказывает, что поиск трюфелей может стать отличным источником дохода. Он подробно отписывает три вида деликатесных грибов, которые встречаются в российских лесах и раскрывает секреты их произрастания и поиска. Сегодня мы собираем урожай капусты. Рассказывает о сортах наш постоянный эксперт Татьяна Черненко. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем вы выращиваете столько сортов капусты? Это у нас участок экспериментальный. И мы каждый год выращиваем разные виды, разные сорта капуст. Капуста, зерновых ли, томатов. Дети здесь смотрят, учатся, видят, какая бывает капуста, какие бывают зерновые, как все выращивается. Они за этим ухаживают. И им очень интересно. А потом пробуют. Овощевод считает, по урожайности для капусты этот год среднестатистический. Из множества разновидностей этого овоща все сеянцы выросли и принесли свои плоды. Особенность выращивания капусты на данном участке – отсутствие химических удобрений и обработок от вредителей. В этом году мы осуществляли уход, как обычный дачник. Ну, внесли навоз, внесли золу, прокультивировали и потом посадили рассады капусту. В течение вегетационного периода капуста только поливалась и пропалывалась по мере требований. Это тропическое дерево с мощной зеленой кроной – ничто иное, как листовая капуста. Выглядит декоративно, освежает ярко зелеными листьями осенний пейзаж, по питательным свойствам ничем не уступает привычной качанной капусте. У листовой капусты кушают, употребляют в пищу листья молодые. В них очень много витамина С, много витамина А. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы и помогают иммунитету. Именно вот эта капуста выносит заморозки до минус 15. Очень она декоративная, красивая. Сорт Торрента среднеспелый. После первых заморозков его пушистые листья становятся еще слаще и ароматнее. Капуста Кальраби, она у нас сорта Мадонны. Вот она бывает фиолетового цвета, а бывает вот зеленого цвета. Капуста Кальраби у нас чемпион по питательным веществам. Она содержит их больше всего из всех видов капусты. На вкус она как кочерыжка у капусты. Дети ее просто очень-очень любят. Так неприхотливая она в выращивании и очень вкусная. Кальраби, как большинство других видов капусты, отлично переносит морозы на грядки. При этом ее вкусовые качества только улучшаются. Вкус как у кочерыжки, очень сочная. Что-то между редиской и кочерыжкой у капусты. Сочная, очень вкусная, сладкая. У нас, когда приходили экскурсии, раньше, когда у нас ее много, мы высаживали, они с удовольствием пробовали все. Эта капуста отличается от привычной всем вилковой, пышным объемом и кружевной структурой листьев. Требовательно к органическим удобрениям, но при обильной весенней заделке в почву зала и навоза, в разы превосходит объемом белокочанную капусту. У этого растения съедобные листья. Они шикарные, большие, красивые. Вот этот вот качан, вот он разворачивается. Из них делают голубцы. Очень вкусные, она нежнее, чем белокочанная. Вот, посмотрите, какая она тоже в декорации очень хорошо используется. Овощевод отметила. При тепловой обработке листья этой капусты нежнее белокочанной. А вот фаворитка диетического питания капуста брокколи отличается от всех вышеперечисленных видов капризным нравом. Требует к себе большего внимания в уходе. За малейшее нарушение агротехники наказывает хозяев цветушностью. Вместо питательных качанов выдает пучок цветов, которые перерастают в семенные коробки. Сорт фиеста. Эта капуста у нас ушла в цвет. Вот небольшие у нас качанчики есть, какие они должны быть. Но основная масса ушла в цвет из-за нарушения агротехники. Это неправильно мы выдержали рассадный период. Поэтому, видите, она ушла в цвет. Богата эта капуста витамином В, витамином С и бета-каротином. Очень вкусная. В еду используют соцветия. Жарятся, жарятся, тушатся, варятся и кушаются. Очень полезно детям. Дети с удовольствием, начиная с маленького возраста, с удовольствием используют ее в пищу. Ее ближайшая родственница цветная капуста тоже грешит образованием цветущих стрелок. Поэтому овощевод советует при покупке семян выбирать сорта и гибриды, устойчивые к цветушности. Цветная капуста, в отличие от остальных, она сильных морозов не выдерживает. Максимум 3 градуса, 5 градусов. Потом она начинает рассыпаться и портиться. Валентина и колобок. Два самых любимых дачниками сорта белокочанной капусты, которые созревают поздней осенью и отличаются высокой лёжкостью плодов. Из других видов капусты на длительное хранение годится только кальраби. Итак, сегодня мы подметили. При посадке гриба-трюфеля на участке необходимо обеспечить месту постоянную влагу. Урожая придется ждать 2-3 года. Большинство позднеспилых сортов капусты превосходно переносят заморозки на грядках. Под воздействием низких температур улучшается вкус и питательные свойства овоща. А вот цветная капуста боится холода. Её убирают до заморозков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова